Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам мы с вами разбираем видео, выложенное на нашем втором международном канале English Professionally. Видео называется Key to All English Grammar, ключ ко всей английской грамматике. Мы сейчас с вами подробно разберем эту таблицу и версию в оригинале как раз на самом канале English Professionally. Друзья мои, также спрашивают, будет ли продолжен плейлист «Практическая грамматика английского языка с нуля?» Да, запланировано, просто были некоторые другие дела, и сейчас есть некоторые другие дела, поэтому прошу отнестись к этому с пониманием и набраться терпения. И также мы с вами продолжаем, соответственно, наш плейлист на английский язык до автоматизма, там уже 208 видео, и «Практическая грамматика английского языка с нуля» 255 видео. То есть у нас запланировано, что будет продолжение, и плейлист будет закончен так же, как и до автоматизма. Это основные плейлисты. И мы с вами сейчас разбираем видео как раз на English Professionally. Значит, часто спрашивают, что нужно выучить, что нужно знать, какую грамматику нужно знать. Итак, смотрите, таблица. У вас здесь «Part of grammar», значит, часть грамматики и комментарии. Значит, необходимо вначале знать времена. Это «Tenses». И в первую очередь «Simple Tenses». «Simple Tenses» – простое время. «Present Simple» – настоящее простое. «Past Simple» – прошедшее простое. «Future Simple» – будущее простое. Это необходимо знать в первую очередь, что просто могли изъясняться с вами, там, говоря о прошедшем, настоящем и будущем. И временные указатели. Также продолженное время. «Continuous Tense». И также три временных плана. «Present Continuous», «Past Continuous», «Future Continuous». «Перфектное время». «Perfect Tense». Также «Present Past Future» и «Perfect Continuous Tense». Тоже «Present Past» и «Future». То есть, спрашивайте, нужно ли знать все времена. Я считаю, что, безусловно, нужно знать все 12 времен, вот эти в английском языке, потому что, хотя в реальной жизни мы употребляем активно не все из них, а какие, кстати, мы употребляем активно. Вот вы активно говорите, употребляете, это вот три вот этих времени. «Present Simple», «Past Simple», «Future Simple», «Present Continuous», «Past Continuous» и «Present Perfect». Вот это шесть времен. То есть, по-хорошему, они должны быть действительно до полного автоматизма доведены. А остальные времена нужно знать, потому что даже если вы их не употребляете, вы можете их услышать, соответственно, увидеть где-то, если вы не знаете структуру, будет очень проблематично понять. Поэтому рекомендается такая отработать все, активно пользоваться, соответственно, половиной. Далее, друзья мои, что еще нужно здесь разобрать? Далее необходимо знать «Passive Voice», «Страдательный залог». «Страдательный залог», во-первых, с группой «Simple», достаточно просто, например, «It's made in China». Это делается в Китае, там, «It's produced in Japan». Это производится в Японии. «Present Simple», «Past Simple», «Future Simple». Далее, также более сложные пассивные времена, «Perfectный» и «Continuous». Кажется, что не нужно, но на самом деле нужно. И в разговорной речи для уровня «Advanced» мы часто используем как раз именно «Перфектное» пассивное время. Например, «As it has already been said», там, «Как уже было сказано», «Or as it has already been mentioned», «Как уже было упомянуто». Еще раз, давайте вспомним, скажем. «As it has already been said», «As it has already been mentioned», и так далее. И, в принципе, для ознакомления «Continuous», а здесь просто «Perfect» повторение, это просто сигнал к тому, что нужно на «Perfect» застрять внимание, где есть много ошибок делается. Далее. Далее. Вот если пройдет вот это все, отработайте это огромный фундамент. Но, конечно, нужна лексика. Лексика не просто знание. Вот опять же, им нужно довести это все до автоматизма. Многие вот думают, есть какая-то таблица времен, все, ничего подобного. Так вы ничего не сделаете, ничего не выучите. Это просто будет иллюзия, вы не отработаете. В нашем плейлисте как раз «Прочистая грамматика английского языка с нуля» у нас, пускай не так быстро, но зато мы это отрабатываем. Значит, здесь в плейлисте «Английский язык до автоматизма» мы с вами пошли дальше. Первые уроки достаточно простые, я бы сказал, до где-то 35-го урока, 36-го. Далее очень идет насыщенная именно практика по словарному запасу. И в первую очередь, опять же, если хотите грамматику, подтягивайте одновременно словарный запас. Делайте два дела одновременно. Потому что, на самом деле, опять же, спрашивайте, что такое уровень Advanced? Это не грамматика. Просто грамматика вам ничего не даст. Это просто пассивное восприятие. Поэтому рекомендую вам и словарный запас, и грамматика, и до автоматизма, чтобы это было одновременно. И также еще такой вопрос. Спрашивайте, чем отличается плейлист от «Прочистая грамматику с нуля», от «Соответственно, до автоматизма». Это такая была шутка, только обложка. Но на самом деле это не так, друзья мои. Значит, если начинать с какого плейлиста, то вот этот плейлист оранжевый, соответственно, проще плейлист. Тут более всего подробно разъясняется. Здесь больше практики. Здесь новые предложения. Действительно, это мегапрактика. Здесь очень интенсивный курс, тоже очень хороший. Но у кого же есть какая-то база. И вот в этом оранжевом плейлисте мы далее начинаем уже больше делать акцент на словарный запас. Это урок с 40-го. То есть, действительно, все тоже продумано. Но все плейлисты отлично дополняют. Друзья мои, тоже рекомендую. Итак, соответственно, модальные глаголы. Но модальные глаголы не только там «can», «must», «should», «could» и некоторые другие, которые вы знаете, «may», «might», к примеру, но и также в прошедшем времени. Вот, например, как сказать? Ему следовало сделать это вчера. Как вы скажете, подумайте. Ему следовало сделать это вчера. Правильный ответ. He should have done it yesterday. Видите, здесь перфектный инфинитив. После «should», то есть это, видите, такие моменты, которые лежат на поверхности. Далее, значит, большой раздел «прилагательные». Значит, здесь необходимо знать сравнительную степень. Постоянно путаются, когда «er» добавляется, там, «bigger», «longer», «smaller», когда «more», там, «more beautiful», «more advanced», «more interesting» и «superlative». Превосходная форма, то же самое, когда там «est», там, «the longest», там, «the best» или «the most». So, «the most exciting», so, «the most thrilling», там, «самый захватывающий», «the most thrilling» и так далее. Но хочу вам сказать, что кажется, что английская грамматика – это только времена. На самом деле, это не так. Помимо времен, опять же, видите, большие разделы. Пассивный залог, модальные глаголы, прилагательные, но еще огромнейший просто раздел – это structures. English grammar structures – это структура английской грамматики. У нас с вами есть в том числе такое видео, называется «150 English grammar structures». 150 конструкций, структур в английском языке. И есть такие простые, начали базовые структуры, вы изучаете, там, «there is», «there are», там, «used to». Также вы проходите разницу «used to do», «to be used to doing», «managed to», «had better», «would rather», там, «no sooner», «hardly had», там, «worth» и многие-многие другие. И вот это действительно принципиальная разница. То есть, просто времена – это хорошо, но это не делает ваш английский достаточно хорошим и совершенным. То есть, моя рекомендация вам именно, если вы уже более-менее на «ты» с временами, пассивным залогом, модальными глаголами, это именно, соответственно, вот эти структуры изучите. У нас с вами есть и в нашем международном канале, соответственно, вот эти конструкции, и на нашем, соответственно, русскоязычном канале тоже, значит, конструкции все разобраны. Там, 150 конструкций, 100 конструкций, все это разобрано. Далее большой раздел – это предлоги, значит, тоже здесь большая путаница. И многие почему-то, чем поверхность, так к этому подходят и думают, что главное понять, что «in» – это «вы», например, «on», «na». Да, на первом этапе – да, но что нужно сделать дальше? Дальше нужно знать какие-то устойчивые фразы с предлогами, например, «on holiday», там, «в отпуске», «on a business trip», «в командировке», соответственно, «in a year», соответственно, там, «за год». Вот это очень важно знать, то есть употребление и устойчивые фразы. И далее самое важное – вы должны знать списки, соответственно, предлогов с adjectives, с предлогательными, verbs, глаголами и nouns. Nouns. Думаю, так вот видно, о чем здесь речь. Adjectives, verbs и nouns – это принципиальный момент. То есть, например, afraid, какой предлог afraid? Это прилагательный afraid of, там react, там реагировать на, какой предлог? React to, там существительное у вас идет, соответственно, noun, там reason, причина чего-либо, reason for и так далее. Все должно быть на автомате, до автоматизма доведено. Это очень важный момент, об этом как раз не все говорят, не все знают, что именно не только про значение предлога, но фразы, propositional phrases и вот эти списки. Далее нужно также разобраться с условным наклонением. Значит, самое простое – это первое и второе условное наклонение вы должны знать в первую очередь. Ну и далее третье и микс, и смешное освоить. И, конечно, фразовые глаголы. Как учить фразовые глаголы? У нас много видео есть, в том числе есть видео, которое стало хитом на международном канале English Professional. Там уже более миллион просмотров, и просмотры растут и растут. И здесь у нас есть подробное видео про фразовые глаголы и плейлисты. Значит, друзья мои, многие иногда учат фразовые глаголы изучать в алфавитном порядке. Я считаю, что это неэффективно совершенно. Нужно изучать самых именно частотных. И опять, я встречаю какие-то видео в списке, но там не частотные. Там называют частотные, но это не частотные. Это так вот почему-то названо, но это ненужные фразовые глаголы. Значит, на мой взгляд, нужно сидеть на самых базах, которые реально употребляются. Нужно знать там хотя бы 10-20, например, там put on, там take off и другие некоторые, там go on. So let's go on, learn English. И также нужно знать желательно фразы глаголов с какими-то предлогами, например, с up, там take up, put up, off, там go off, take off. И какие-то разговорные фразы тоже очень полезны, чтобы употреблять, например, в речи. Вот я хочу такую фразу сказать. I'd like to point out that we aren't going to stop. Значит, я хотел бы, чтобы point out, заметьте, что мы не собираемся останавливаться. We aren't going to stop. So, if you support this idea, поддержите эту идею. Или, например, другой момент. So, I can't work out. То есть, я не могу понять. I can't work out. But, so, why people think, почему люди думают, that we have already finished this playlist, that we have already finished this playlist, or we have already finished uploading videos on this channel, really. It's so surprising for me. Так удивительно для меня. We'll go on. We'll go on uploading videos. So, on this channel, on the channel English Galaxy, on this channel, on this channel too, and on the channel English Professionally. Okay, my friends, thank you very much. Спасибо огромное. Видео в оригинале на нашем международном канале English Professionally. Thank you.